здравствуйте дорогие друзья я приветствую всех на своем канале есть поесть сегодня я предлагаю вашему вниманию рецепт постного дрожжевого теста оно не совсем обычное делается на заварной основе конечно основное преимущество этого теста в том что оно готовится очень быстро и просто при этом оно отлично поднимается а выпечка получается пышной и мягкой особенно хорошо это тесто подходит для жареных изделий но также из него можно и выпекать в духовке в следующем ролике я буду делать из этого теста пирог поэтому кому интересно посмотрите список ингредиентов вы как обычно найдете под описанием под видео но хочу обратить ваше внимание что я буду использовать муку первого сорта а а возможно если вы возьмете высшего сорта то вам понадобится другое количество сначала сделаю заварную часть теста для этого я взяла три столовые ложки муки с небольшой горкой добавляю соль я беру пол чайной ложки а вы берите по вкусу сахар и подсолнечное рафинированное масло заливаю крутым кипятком и хорошо размешаю теперь дам массе остыть примерно до 38 40 градусов тем временем подготовлю дрожжи так как они у меня свежие я их заливаю теплой водой но ориентировочно тоже градусов 38 и теперь хорошо размешаю если вы используете сухие быстродействующие дрожжи то их растворять в воде совершенно не обязательно можно их сразу добавлять в тесто вместе с мукой выливаю дрожжи в слегка остывшую заварную часть размешаю и постепенно добавляя муку я буду замешивать тесто ну вот тесто готово не нужно его забивать мукой еще раз повторюсь что контролируйте добавление муки тесто должно оставаться даже слегка липким смазала миску растительным маслом и отправляю сюда тесто теперь я его накрою и дам постоять 30 минут в принципе оно поднимается очень быстро но конечно же все зависит от активности дрожжей и температуры в помещении ну вот посмотрите прошло ровно 30 минут и как хорошо поднялось тесто безусловно если вы желаете и если у вас есть время можете дать тесту подойти еще больше но в принципе оно уже готово и с ним можно работать делать пирожки или пироги обязательно посмотрите мое следующее видео где из этого теста я буду делать пирог с начинкой из курицы и грибов обязательно посмотрите также и другие мои видео с рецептами теста я вообще честно говоря люблю такие незамысловатые рецепты дрожжевого теста у меня на канале уже есть рецепт дрожжевого теста который делается в пакете при этом к нему даже не нужно прикасаться руками а также рецепт быстрого дрожжевого теста которое делается буквально за 15 минут и с ним уже можно работать ссылки на все рецепты я оставлю под видео и в конце видео я благодарю всех кто был сегодня со мной кто подписывается на канал оценивает рецепты и не забывает писать комментарии желаю всем приятного аппетита вкусной выпечки и удачных экспериментов на кухне а мы с вами увидимся в следующих видео